Итак, у нас вот-вот начнется финал. В финале будет играть СНГ коллектив NX Overwatch, который находится сейчас на буткемпе в Беларуси. Ребята играют оттуда, все вместе, из одной комнаты. Они готовы, готовы разрывать своих оппонентов. 2-0 они выиграли в четвертьфинала команду Reunited, один из трех топовых коллективов в Европе на данный момент. В прошлом матче, в первом полуфинале, они выиграли команду Rogue со счетом тоже 2-0. И впереди нас ждет игра NX против Медвеста. Финальный босс для NX это... Мы с вами смотрим турнир Overwatch Open, первую квалификацию на европейские региональные финалы, которые будут сыграны где-то в сентябре. Вот квалификации у нас идут сейчас, в июле и в августе. Они будут, по выходным они проходят. Что же... Играли со своими абонентами. Давайте немножко про миссис, давайте откроем сеточку. Сетка эта актуальна была на прошлые два матча. Что сейчас... ...в первого полуфинала, а миссис со второго полуфинала. А у миссисов несколько сложнее был путь турнирный. Они в четвертьфиналах встречались с командой SG-1, финны дали им достойный отпор и даже... ...какие-то проблемы с микром, ребята пишут. Так, один момент. Так, сейчас как лучше? Скажите мне, пожалуйста. Один момент. Угу. Так, напишите, пожалуйста, какой сейчас микрофон. Вроде пофиксил. Должно быть все нормально. Так, жду я вашего фидбэка. Ну, продолжаю рассказывать. Итак. Миссис встречались с финским коллективом SG-1. И это была тяжелая для них игра. Они 2-1 выиграли суммарно по картам. Затем вот у них был матч против команды Creation Sports. Мы посмотрели его прошлым полуфиналом. И это был несложный для них матч. 2-0 они победили. Там была пересозданная игра даже. Карта не пал. Дополнительный раунд нужно было сыграть. Третий, потому что организаторы создали сначала в формате Best of 3. То есть в формате быстрой игры. Этот полуфинал. Да, ребята, я пофиксил. Прошу прощения у вас. Я знаю, с чем связана эта проблема, этот дефект. Ну вот, все нормально сейчас должно быть. Так. Ну и, соответственно, дошли они до финала. Играют они с Анной. Часто пикают этого героя. Нового для текущей меты. И посмотрим, пикнут ли они в новом. В предыдущих их пикахах. Запись у нас есть. Про микро. Я, конечно, пофиксил в вовремя. Ребята, спасибо большое. Еще раз за то, что вы вовремя пишете. И пофиксируем все должно работать. Сеточку убираю. Ставлю я заставку. Поменяю сейчас немножко надпись заставки. Наверное, мы уберем время. Поставим счет. И будем ждать начала игр. Давайте. Микрофон не хрипит, а хрюкает. Пишет стратеджа. Хрюкает микрофон. Да что такое? Ребята. Что не так с микрофоном? Так. Сейчас у нас как? Все нормально? Лешки пишет, что там игра началась. Ну, на официальном стриме игра еще не пошла. На официальном стриме игра еще не идет. Запись пошла. Да, запись уже идет. Я уже немножко рассказал про то, как этот турнир начинался. И давайте посмотрим на карту King's Row. Она будет первой в этом противостоянии, в этом финале. Пока норм. Хорошо. Стратеджа. Было полчаса на то, чтобы поесть. Был большой перерыв. Можно было с этим справиться. Но... Теперь придется либо смотаж их, либо идти кушать. Сложный выбор. Так. Ребята из Энекс будут начинать в защите. Команда Миссвитс уже нападает. Поздно нас включили в игру. По пикам не успею рассказать. Но вы сами все видите. Через двух танков, двух саппортов, двух дамагеров играют Энекс. Есть в танках. У Уинстон в команде защиты. Миссвитс играет через Анну. Невикс очень сильно просел. Энекс забрал Макри. И погиб еще также Дзиньят у команды. Миссвитс минус Крю. В размен только на одного лишь Рубикона. Забирают Миссвитса пятерых оппонентов. Погибают оба танка. В живых остается только Зепрей. Насколько я понимаю, на Генжи отходит он. Итак, что же у нас здесь? Миссвитсы. Вторая атака у них началась. Видите, с первой атаки у них не получилось. Не получилось. Правда, Невикс уже почти накопил на ультимативную способность на Ане. Сайфер заходит в спину. Будет ли он ультовать? Разрезает Дзиньяту. Забирает его вместе с Анеком. На пару они здесь постарались. Забирает также Невиксом. Минус два героя команды. Атаки. И забирает здесь еще Сайфер. Зарезал Макри, зарезал Скипджека. И Гензи просто раздает. Как же Сайфер играет здорово на Гензи. С помощью ульты забрал трех героев. До этого забрал вместе с Санеком Анну. И отбивают эту атаку у Энексы. Две минуты уже прошло. Полторы, точнее, минуты уже прошло. И Энексы держатся, держатся на точке. Есть у них две ультимативные способности. Это у Кулера Басы плюс у Шарика, у Рейнгхарта. Землетрясение. Будет ронять он своих оппонентов. И у Рубикона появилась тоже трансцендентность. У Мисфитцев из ультимейтов только стимуляторы Аны. Даются стимуляторы. И забирает здесь в упор крю ультующего Кенси. Под ультой бегает Рубикон. Хилит своих тиммейтов. Шарик делает минус два. Забирает двух танков команды Мисфитц. Погибает Рубикон. Забирает его Невикс. Но Невикс сам погиб. Тоже забрал его Рубикон. Такой обоюдный килл получился. И Кулер еще забирает Макри. Команды Мисфитц. Отлично. Две с половиной минуты уже прошло. У Энексов до сих пор есть три ультимативные способности. Мисфитц. Репикнул Невикс. Ану. Вот так вот решил взять Элюсио. Стянул крю двух оппонентов. Но погиб сам. Погибли еще два его тиммейта. Забасай на Зиньяте. Погиб еще Макри. Жнец и Рейнхарт. Очередная атака провалилась от Мисфитцов. Еще минуту нужно держаться Энексом. Басы Кулер до сих пор ни разу не давал. Не было в этом надобности. И Скипджек. У него есть ульта. Может он ранить оппонентов. Надо следить сейчас за Рейнхартом команды. Атаке. Надо контролить его. И под скоростью вылетают ребята из Мисфитц. Какая ульта от Кэнси. Какая ульта он бил. Ульту Дзиньяте. Троих забрал. Забрал. Илюсио забрал. Макри забрал. Жнеца. Также помогает забрать еще танка. Тимвай под командой Энекс. Увервотч. 30 секунд всего остается у Мисфитцов для того, чтобы напасть. Для того, чтобы пройти эту точку А. У них есть две ультимативные способности. У Скипджека есть землетрясение. Нужно обязательно контролить Трейнхарта Энексом. Иначе будет беда. Но есть ультимативные способности у Рубикона. У Кулера будут даны басы. Будет дана трансцендентность на финалочку. Наверняка Энексы держатся чуть-чуть поодаль. Отдали территориальное преимущество. Разультовывается. Здесь Сайфер. Разультовывается. Герои команды Энекс. Сдаются басы. Нарезает здесь Сайфер своих оппонентов. Делал уже минус два. Энекс забрал Дзиньяту. Погибает еще один герой. И Энексы точку А не отдали в защите ребятам из Мисфитс. Вот такие вот дела. Первую половину выигрывают Энексы. Четыре минуты они держали своих оппонентов на точке А. И теперь в атаке у них есть все шансы взять первую карту. Карту Кингс Роу. Показывает нам игру от Сайфера. Да, он нереально отыграл здесь на Гэнже. Здесь с ульты забрал троих. И какая ульта от Кэнси. Вы посмотрите. Просто полегли здесь оппоненты. И Сайфер под конец тоже разультовался здесь. Забрал Зарю. Очень здорово. Хорошо, что нам показали хайлайтики. Кэнси нашел своего героя. Пишет стратеджи. Кэнси играл до нерфа Макри. До патча 14 июня. Тоже играл на Макри, кстати говоря. Это его был герой. Но теперь... Господи, Иисус, они всегда так играют. Но вот после Буткемпа второй день подряд у них такая вот игра неплохая получается. И сейчас будут они в атаке пытаться за 4 минуты сами взять точку А. По пикам у них есть Рубикон на Дзиньяте. Кэнси играет на Макри, Кулерна. Люсио, Сайфер на Гэнзи, Анок на Уинстоне и Шарик на Заре. У мисфитсов в защите появился Жнец. Зепрея взял именно этого героя. Два стандартных саппорта. Навикс, Забаса, это Люсио и Дзиньяте. Крю на Заре, Скипджек на Рейнхарте. Соответственно, Зепрея я уже назвал, что он будет играть на Жнеце. И Сун, конечно же, на Макри. Держатся мисфитсы также на точке. За статуей будут наверняка проходить сейчас Энексы. Посмотрим. Может быть, они что-то интересное придумают? Может быть, зайдут на второй этаж, оттуда вылетят? Нет, просто в наглую на скорости влетают на точку. И отталкивают, отталкивают своих оппонентов, оттесняют их под арку. Ну, поняли мисфитсы, что не стоит бояться, выходят вперед, забирают уже Анека. Правда, Сайфер сделал минус по Люсио, команды защиты, но погибает снова Шарик. Разменно Зарю, команды защиты. Сайфер погиб. Три в четыре остались игроки. И Сун здесь добрал Кэнси. Погибает еще Жнец, команды защиты. И, смотрите, отталкивают, оттесняют своих оппонентов Энекс. Но погибает еще Русанок, и сейчас команда атаки должна пересобраться. У Энексов есть ульта только у Дзиньяты, возможно, будут ее использовать. Напомню, у нас в атаке синяя команда крекает в эфире. Ребята, сейчас должно быть все нормально. Ультует здесь Сун, забирает Дзиньяту, погибает еще Уинстон, команды атаки, у Энексов потери, и должны они переходить. Скажите, пожалуйста, как сейчас работает микрофон? Какие-то проблемы у меня с ним начались, не знаю. Именно в ответственную игру, в финал, первая карта, напомню, он пройдет в формате Best of 5, судя по информации. Вот. Ребят, и Сайфер заходит под боссами, которые дал Кулер, есть у него ульта, разультовывается и нарезает, нарезает оппонентов, но мисфицы под стяжку Крю сделали минус 4, вдвоем остались здесь Энексы, и должен уходить Рубикон. Да, должен уходить. Ну что же, погиб Рубикон все-таки под конец, и будут ждать сейчас своего тиммейта, ребята из Энекс, всего минута 40 у них остается, но пока не придумали ключик к этой обороне. Попробует сейчас в этой атаке набрать, наверное, ультимативные способности, и Сун ультует, видит он Сайфера. Сайфер не стал подставляться, и Сун потратил просто 50% заряда ульты в никуда. Залетает в спину Анек, не ожидали его здесь увидеть мисфицы, но вовремя среагировал Сун, дал флешку. Хорошая ульта в очередной раз от Кэнси, забирает троих героев команды защиты, погибает два танка, но в размен, опять же, на самого Кэнси погибает Рубикон, не было ульты у Дзиньята, и отталкивает здесь опять, отбивает, похоже, эту атаку ребята из Мисфицы. Зе Прэй, правда, просел, его сжег Уинстон, как это ни странно, Уинстон забирал Жнеца и погиб, Зе Прэй отходит, сейчас ребята из Мисфицы, отдали две трети захвата точки своим оппонентам, шарик на полном разогреве раздает, Сайфер сделал минус два, погибают герои команды Мисфицы, живых оставался только Зе Прэй, и все, все, Энексы первую карту забирают себе, вот это атака. Они в первой части атаки не дали соперникам просто подойти, территориально их отбросили под арку, как только Мисфицы попытались выйти, тут же получили по лицу и погибли, погибли. Показывают нам последний момент атаки, здесь от шарика залетела ульта, вот как раз она изрешала, трех оппонентов уронил шарик на землю и раздамажил, раздамажил. Стальных, ух, Сун, да, ну нам показывают хайлайтики, не тех ребят показывают, надо показывать Сайфера, надо показывать шарика, да, ну крыш здесь тоже хорош, действительно была неплохая стяжка, которая позволила его команде держаться некоторое время. Дайте мне это развидеть, пожалуйста. Я теперь не усну сегодня ночью. Неплохо. Ну да ладно. Подмел, действительно подмел своих оппонентов. Шарик на Рейнхарте. Ну что ж, первая карта King's Row отправляется в копилку команде NX Overwatch. Судя по информации об этом турнире, финал у нас будет проходить в формате Best of 5, соответственно мы увидим еще как минимум две игры и посмотрим. Нужно будет смотреть запись раза три, чтобы все увидеть и понять. Да, очень много действий одновременно происходит, действительно. Overwatch такая игра и... И у нас поставили перебивочку перед следующей игрой и счет почему-то не обновили. Ну, разные, разные бывают обстоятельства. Напомню, организаторы впервые, наверное, комментируют Overwatch и вот пока не успели поставить. Ну, давайте поставлю нашу перебивочку. Счет выставим правильный. Так. В Овере есть реплей игр? Нет, к сожалению, в игре не предусмотрены пока что реплеи, но Blizzard над этим работают. Плюс они работают над тем, чтобы сохранять хайлайты. Лучший момент матча, который у вас есть, они тоже сейчас над этим работают. Так, что с микрофоном, кстати, ребята? Вот после тех проблем, которые были в игре, больше не каратит? Ничего. Как же божит крыш на заре? Да, неплохо действительно сыграл, но здесь все, все коллективы катают очень-очень плотно. Так. Норм, хорошо. Спасибо большое за ваш фидбэк. Ждем мы вторую игру. Поставили нам перебивочку с неправильным счетом. Да, тут... Ну, я поставил нормальный счет и... Да, видимо, возвращаемся мы к игре. Или пока нет. Ну, да ладно. Сразу стал крякать. Да ладно. Что такое? Ну, все, я не знаю. Так должно быть нормально. Микрофон аж крякнул от удовольствия. Ты, может, его чем-то цепляешь? Да, у меня здесь есть стык. Так, сейчас у вас будут в ушах проблемы. Есть тут у меня один стык, скажем так, удлинитель на микрофон стоит. И, видимо, я его зацепляю, и появляются проблемы. Так. Сейчас вроде все должно быть нормально. Так, сейчас еще какой-то текст такой вам расскажу. Съешь этих мягких французских булок, да выпей еще чаю. Послушаю себя в записи и проверю, как микрофон. Да, ну вроде сейчас нормально. Хорошо. Хорошо. Давайте поставим все-таки перебивочку вот такую. Видите, поменяли счет. И Best of 5, действительно, формат будет. Best of 5 этого матча. Так. Да-да-да, Глебань. Приветствую тебя в чатике. Добро пожаловать. Ребята, всем добро пожаловать, кто к нам подходит в эти минуты. Садитесь поудобнее. У нас сейчас будет вторая игра. Энекс против Мисфитс. И Энексы в первой игре очень здорово обыграли своих оппонентов на карте King's Row. Чего ты там ешь булки с чаем? Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю. Это стандартная фраза для программистов, которые используют ее в качестве теста для всех клавиш на клавиатуре. Насколько я знаю, здесь все буквы используются из русского алфавита. Вот, можете спросить у Google, насколько я помню, это так. Ну или плюс в чатике, может быть, есть программисты, ребята, которые используют эту фразу для тестирования клавиатуры, или я даже не знаю. Плюс в шрифтах часто эта фраза используется. Когда шрифты устанавливаете, знаете, тоже там часто написана эта фраза. Для проверки всех клавиш. Ну, у нас здесь перебивочка начинается между первой и второй картой и буквой Ж. Нет, в этой фразе. Съешь этих мягких французских булок, да выпей чаю. Да. Действительно. Так, ну, карта Кингс Роу, сейчас говорят комментаторы о том, что она быстро очень закончилась. Действительно, это было так, и... Съешь же. Съешь еще этих мягких французских булок. Съешь же. Еще этих мягких французских булок, да выпей чай. Ну, ладно, ребята, вы можете загуглить, посмотреть, прям целую фразу написать в чатик, чтобы мы ее прочитали, чтобы не было недопониманий. Вот. Да, вот. Пишет FT9, съешь же еще. Хорошо. Ну, ладно, давайте сейчас вернемся обратно к матчу, подумаем. Ну, вот рассказывает нам и про Макри, про то, что он после нового патча так здорово используется, да, действительно появился в пиках Макри. Напомню, после патча 14 июня порезали Макри огонь с альтернативной атаки, он перестал наносить такой же урон, как и с обычных атак, и перестал он появляться в пиках. Но вот сейчас Макри появился вновь. Почему? Поскольку у него урон на средней и дальней дистанции залетает такой же, как и вблизи, то есть по 75 в белое ХП, и это очень приятно. Теперь на средних дистанциях использует Макри, он раздает по героям, которые находятся вот на средних расстояниях. Та же фара теперь в пиках перестала появляться, поскольку она просто умирает на средней дистанции, взлетает в воздух и ловит от Макри три выстрела и погибает. Съешь же еще этих мягких французских булок, да выпей чаю, пишет Стратеджа. В этом варианте отсутствует буква «Ж», однако он распространился благодаря включению в средства Microsoft Windows для просмотра шрифтов. Отлично, спасибо. Спасибо, Стратеджа, за информацию. Институт, такая фраза в шрифтах, она используется. 38 зрителей пишет, Алекс Билдт. Да, неплохо. Всех еще раз приветствую, ребята на Гудгейме. Добро пожаловать. Ждем мы начало второй игры, и она начинается. Карта, башня Лидзян, Энексы будут играть за синих, соответственно, в пике у них есть. У Уинстон плюс Заря, видели мы такое сочетание танков на картах контроля объекта, от Энексов вчера. И Сайфер врывается по скорости вперед, очень сильно раздамаживают Макри. Сун просел по ХП из команды Мисфиц, но Энека забрали, правда, вразмен все-таки Рубикон. Сделал минус по Макри команда соперников. Сайфер летает, наносит урон и вносит неразбериху в стан соперников. Забирает здесь Кипджеков, Соло, правда, Крю на Заре сделал минус 2, забрал своего Визави на Заре. Это Шарик был и забрал также Кэнси. Ну, последним остается Сайфер из своей команды. В живых, правда, здесь еще Кулер на точке тоже бегает, дает ауру. И врывается уже Энек, подошел он сюда, но тоже погиб. Сайфер забрали, Кулер погиб и контроль за точкой достанется, наверное, команде Мисфиц. Да, начинают они захват. И Энексам нужно перезахватывать объект. В этой атаке они попробуют это сделать. Под скоростью заходят. Зе Прэй, есть у него, кстати, ульта. Тут же погибает он, его забирает Кэнси, Сайфер делает минус, ультует. Сайфер делает очередной раз минус 2 по саппортам команды Мисфиц, забирают еще двух танков, и в живых остается только Сун. На 70 хп он хотел сказать, я ушел, но нет. Забирает его Рубикон, и это Тим Вайп от команды Мисфиц. От команды Энекс Увервотч, простите, Мисфицы погибли здесь в полном составе. Перезахватили точку Энекса. Энек, толпа соперников вылетает из этого прохода, Энекс ультует, забирает здесь Зе Прэй, погиб Крю, минус также Уинстон, у команды Мисфиц, рассыпаются они, погибли саппорты, и очередной Тим Вайп от команды Энекс Увервотч, второй подряд, неплохо. Ну что же, Зе Прэй потратил он ульту, и очень сильно проседает здесь. Спамят в этот узкий проход ребята из Энекс, не дают своим оппонентам просто выйти, не получив урона, и пошла стяжка от Шарика, четырех оппонентов он стянул, но там ультанул Зе Басай, спас своих, немного подсейвил своих тиммейтов, но погибают здесь оба танка команды Мисфиц, погиб также Макри, погиб Гэнзи, в живых остаются только саппорты, хороший хэтшот от Кэнси, забирает он Зе Басая, и рассыпаются здесь Мисфицы в очередной раз. Сейчас Энексы очень-очень уверенно держат вот этот проход, и возможно Мисфицам стоит зайти с другой стороны, но они ломятся в этот проход под скоростью, Заря Крю имеет огромный разогрев, под сферой Зиньяты находится Энекс, да, погибает он здесь, забирают также кулера, разваливается Гэнзи еще, но в размен на Гэнзи команды Мисфиц. Отдали точку, втроем здесь остались Энексы после вот этих опенфрагов от Мисфиц, а Энексам нужно перезахватить точку, то есть в этой атаке зайти, наверное, на объект, и пытается зафокусить Зарю шарик, но не получилось, Зе Басай, очень мало хп у Гэнзи, погибает он, кулер забирает Гэнзи, погибли три героя у команды Мисфиц, также должен погибнуть здесь Дзиньяты, да, это минус, Гэнзи, правда, тоже погиб, но... Четыре в пять, пять в один остаются игроки команды Мисфиц, здесь один Сун, одинешенько, и захват идет. Теперь уже в пользу Энексов, 15% остается, эту атаку нужно сдержать, и тогда первый раунд отправится им в копилку. Ну что же, пошла ульта от Кэнси, но был выставлен купол обезьяны, купол Скипджека, и не получилось ультануть. Да, и перезахватили точку, все-таки Мисфицы, даже на овертайме видели вы, время не пошло, купол Скипджека не позволил ультануть Макри команды Энексов и Овервотч, и из-за этого они не зашли, из-за того, что не реализовал свою ульту Кэнси. Не отбились, точнее, от той атаки, теперь должны атаковать вновь, времени остается не так много, 78% уже есть у Мисфицов, Сайфер отражает атаки соперников, пошли басы от красной команды, тут же стяжка пошла от Шарика, двоих он здесь тянул, тут же их зарезал Сайфер, ультует он на Гэнзи, забирает Дзиньяту и пытается зафокусить еще Уинстона. Да, зря он здесь держал отражение атак, поскольку Уинстона не отражаются эти электроразряды, и Кэнси пытаются забрать здесь Люсио, который вызвал все-таки овертайма еще для своей команды, продлил он их, даются щиты на Зарю, сама на себе дает, погибает Забасай, погибает Крю, правда погиб Кэнси, но в живых остается только Скип Джек, который ультует здесь на Уинстоне, мало ХП у него остается, Трейсерка уже бежит вызывать овертаймы, но не получилось Усуна это сделать, собрал он под конец, видите, Сайфера. Ну, первый раунд остался все-таки Энексам. Пипал, приветствую тебя, чайкингудгейми, добро пожаловать. Ну что же, у нас Энексы сейчас будут играть, так же как и Мисфитс, на второй карте башни Лидзян, второй раунд называется Сад, и нужно захватить точку под вот этой башней в центре. Так, в пике, как заметил правильно, в чатике кто-то абсолютно симметричный, это было в стратедже, но пока что сильнее показывают себя Энексы. Пошла у нас борьба здесь, Энекс тут же забирает Макри команды Мисфитс, но погибает сам, забрали также Скип Джека, ребята, из Энексы с Овервотч, 2 в 2 у нас размены пока что, Сайфер погиб, здесь и меньше урона остается у Энексов. Пытается здесь Кэнси забрать кого-то, забрал Невикса, но погибает сам, погибает Кулер, и размены в пользу Мисфитс завершаются, остаются они втроем на точке бегать, да, захватывают объекты, и процент захвата точки пойдет в их пользу. С самого начала карты, Сайфер немного настрелял своего оппонента, накопил он на ульту, почти 60% есть, флешка от Кэнси не получилась, попала она в купол Уинстона, и рассыпаются Энексы в этой атаке. Кулер остается один в живых, отбегает он обратно к респаум-боксам, и ждет свою команду, когда она воскресится, под скорость сейчас будут вылетать Энексы. Нет, скорости нет у Кулера, мы видели. КД у него сейчас на этой способности, стяжка пошла, открю, и стилу он, кажется, только одного. О, игрока команды Энекс Увервотч, это был Энек, и погиб, правда, еще Сайфер. Опять в четвером остались Энексы, но вынудили ребят из Мисфитс потратить ключевую, ключевую, ультимативную способность, гравитон стершу в Зари, и под боссами живут здесь Мисфитсы, ультуют Рубикон, решил нарезать здесь всех Сайфер, но у него это не получилось сделать, забирает его Заря, также делает минус по Энеку, и Скипджек пытался скинуть Маккри, пытался скинуть Кэнзи, но не получилось это сделать в ульте. Забирает Кэнзи своего оппонента на Маккри, это был Сун, и Скипджек после ульты не успел добежать до аптечки, Сайфер его опередил, на точке остаются Сайфер и Шарик в живых, но не успели они захватить объект, потому что прибежал сюда Гэнзи, надо его быстро либо уничтожить, либо согнать с объекта, да, пошел захват теперь в пользу Энексов, но... И кидается ульта... Нет, не кидается ульта от Шарика, оказалось мне, что на ход кинул себе ульту Шарик, чтобы стянуть оппонентов, не стали здесь использовать эту ультимативную способность Энексы, а вот Анек ультанул на обезьяне, пошел у него копиться, ульт снова. И просто спамят, спамят в выход команды... под выход команды Мисфитс, ребята из Энекс, ну, без получения дэмэджа не получится зайти по мосту, а вот они заходят по комнатам по правой стороне, пошла стяжка здесь от Шарика, стянул он двух оппонентов, Крю, есть у него тоже Гравитон Сёрдж, но не нужен был Гравитон Сёрдж, да, все равно зарезал всех Зепрейна. Гэнзи, к сожалению, минус три от него, и Энексы отдают точку, мало времени у них остается. Ну что же, надо, наверное, пытаться вызвать овертаймы кому-то, должен этим заняться Сайфер, хотя нет, вся команда успеет забраться на точку, хороший минус по Заре сделал Кэнси, играет он на Макри, и погиб, правда, Сайфер, погиб Рубикон, минус Люся у команды, Энекс, правда, Кэнси, Кэнси один сделал минус три, Шарик также забирает Макри команды, мисфитс, но овертаймы у нас идут, но только за счет того, что Шарик остается на точке, сейчас подходит еще Энекс, тиммейты подбегают его на скорости, должны здесь Энексы, по идее, перезахватывать объект, поскольку Крю, как он здесь разобрался с Энеком, но пятером остались Энексы, да, теперь на точке, но могут они еще подержаться, поскольку Крю только недавно погиб, и еще погиб Зепрей, а Энек успеет вернуться на точку за счет прыжка. 50% захвата есть у Энексов, им нужно сдержать, получается, две атаки, не одну, им нужно целых две атаки сдержать, но мисфитсы вот бегут под скоростью опять по узким комнатам, справа, и Сайфер решил зайти в спину, наверное, просто не успеет догнать, потому что под скоростью Люси вылетают на точку, ребята из мисфитс даются басы кулерам, и развультовывается Сайфер, не забрал он здесь Деньяту, правда, Рубикон сделал два даблкил, но Деньята выжил у команды мисфитс, и с басой почти накопил на ульту, погиб здесь, правда, Макри в очередной раз у команды мисфитс, и, соответственно, европейский коллектив. Очередной раз отошел, но вот у них осталось времени только на одну атаку, под скоростью Люси они собираются опять по правым комнатам, должны были спалить эти Энексы, Да, сюда подходит Кэнси, не может он прострелить сквозь... Какая хорошая флешка, зафлешил он троих оппонентов, не может он прострелить сквозь купол, но тут же стяжка пошла от шарика, четырех оппонентов он стянул, тут же их забрали ребята из Энекс, и закончат ли тимвайпом ребята из Энекс Увервотч, да, они заканчивают тимвайпом эту карту, и 2-0 становится счет по раундам у нас, ждем и третий раунд на карте Ночной рынок, он пройдет. Вот это игра, в какой-то момент показалось уже, что мисфицы все, заканчивают в свою пользу этот матч, но получилось, получилось у Энексов перехватить контроль над объектом, и перехватили они преимущество в свои руки, довели дело до конца, и... Не Ночной рынок, да, конечно же не Ночной рынок, а вот на этой башне будет у нас проходить игра, Ночной рынок у нас был первым раундом, ну что же, Энексы. Итак, пик остался тот же, а вот мисфицы решили взять Жнеца. Под скоростью вылетают обе команды, встречаются они на возвышенности здесь, и тут же пошли у нас размены, минус три сделали сходу, ребята из Энекс погибли, также, правда, два героя команды Энекс, это был кулер на Люсио, погибает еще Сайфер, и два в три остаются игроки на точке. У Энексов погиб еще Аннок, и в живых остается только Шарик, который также погиб. Ну, все начиналось неплохо, два, три даже опен-фрага от Энексов, но затем они развалились. Ну что же, может быть, в первой атаке у них получится перезахватить объект, посмотрим, сейчас соберутся здесь снова. Да, Кэнси рисует этот чудесный граффити. Возможно, это был, кстати, мисклик тогда на карте Кингс Роу, я так вспоминаю, проматываю в голове, но сейчас не об этом, выходят Энексы под скоростью, но The Prey здесь фокусит героев по одному, и разваливаются Энексы, Тим Вайп от команды Мисфитс. Первую атаку не смогли зайти Энексы, но они должны были сейчас накопить на ультимейты, вот я вижу, что у Энека уже накопился ультимейт, будет у него Ярость Зверя, также два ульта на подходе у Сайфера и у Кэнси, шарик тоже скоро накопит на Гравитон Сёрдж, полетела у нас Заря вперёд, также ворвался Энек, погиб, правда, Сайфер не успел, он разультоваться, но Кэнси снова делает минус три, это даёт шанс Энексам зайти на точку, пытается зафокусить сейчас, команда Жнеца сделали это, и теперь у Энека есть полное раздолье, не могут же его никто контрить здесь. Из оставшихся героев это была Заря, и погибает она тоже, Энексы перехватили контроль над Объектом 60 с копейками процентов, у Мисвицев есть захват, соответственно, если Энексы один раз отдадут точку, это не страшно, они им смогут перезайти, у них будет время достаточно на одну, на полторы атаки, вот так вот где-то, и теперь Мисвицей выходят, у них есть ультимейт из Жнеца, правда, Жнецу не дали ультануть, хорошая стяжка от Шарика пошла, ультует Сайфер, и здесь пытается Скипджек разобраться с Сайфером, как раз-таки Сайфер просел, решил отойти, погибают тем временем игроки команды Мисвиц, только один размен они сумели дать, по Кэнси погиб макри команда Энекс, но он уже бежит с респы. Ну что же, у Мисвицев есть три ультимативные способности, одна из них у Дзиньяты, правда, также есть три ульты у Энексов, пошла скорость, и Зепрей пытается зафокусить Дзиньяту команды Энекс, забирает он Рубикона, погиб также Кэнси, но в размен на одного суна, только... Да, вдвоем здесь остаются ребята из Энекс, и Энекс, последний из своих, берет он аптечку и пытается уйти на прыжках к своим тиммейтам, подходит и будут начинать атаку ребята из Энекс снова. Тоже довели до 66% захват точки, и вот сейчас должны в этой атаке забирать, забирать своих оппонентов, либо копить на ульту, посмотрим на ультимейты, Сун сделал минус по Энексу, но очень сильно просили ребята из Мисфитс, правда, даются тут же защитные басы от Эвикса, а у Забаса, кстати, нет еще до сих пор ульты, и рассыпались снова Энексы. Минус по Рубикону, но вот в этой атаке Энексы, по крайней мере, накопили на ульты. У Сайфера будет ульта, у Кэнси, у Рубикона, в принципе, должно хватить, должно хватить. Врывается Энекс в толпу соперников, для того, чтобы перервать ульту МакКри, погибает, правда, он очень хорошо фокусит Зепре, и не успели, не успели Энексы зайти на точку, банально, чтобы продлить овертайм, а закончилось время. Не хватило доли секунды, но счет становится 2-1. Да, вот так вот, видите, ребята, Жнец зарешал, действительно, фокусит очень хорошо Зепрей обезьяну команды Энекс, потому что Энекс постоянно мешает Суну, постоянно забирает этого МакКри, и мы не видели, кстати, МакКри на первых двух картах, вот поэтому такое решение от Мисфит, оно дало свои дивиденды, и посмотрим, начинается у нас карта Сад, и Зепрей не стал менять своего героя, также играет на Жнеце, вот это, наверное, ключевой сейчас персонаж будет, посмотрим, последим за тем, как он будет контрить, пытаться Энек, да, вот вновь, видите, врывается обезьян в толпу соперников, здесь у нас погибает уже Сайфер, минус Кенси, Рубикон тоже погиб, Энекс забрал только одного героя команды Мисфитс, это погиб Невикс, но Тимвай под командой Мисфитс получился, и они захватывают точку первыми, как это было почти на всех картах, на всех раундах, на этой карте, на карте Башни Лидзян, но в первых двух раундах Энексы собирались, и делали камбэк, а сейчас посмотрим, что у них будет, Сайфер не поймал флешку на отражение атак, и погибает здесь вновь у ботанка команды Энекс, очередной Тимвай под Мисфитс, накопили, накопил на ульту The Prey, да, вот, надо что-то делать с этим Жнецом, надо как-то Кенси пытаться контрить этого героя, но Кенси, у Кенси тоже полно работы, он старается носить урон по соперникам, а не всегда получается, вот сейчас, да, только забирает Жнеца, и вот этот open frag может позволить ребятам из Энекс зайти, погибают, правда, Рубикон и Анек уже, Анек погиб даже, не было Жнеца на точке, но Шарик дает размен, Сун погибает, и 3 в 4 остаются ребята из Энекс, Энекс, Сайфер здесь пытается результатоваться, ну, режет, не забрал он здесь Зарю, надо уходить, нет, не ушел, забирает его, Жнец, команда Мисфитс отбиваются, игроки красной команды от этой атаки, но теперь ждут, ждут Сайфера ребята из Энекс, и Сайфер потратил в прошлой атаке ульту, тяжело теперь будет Энексом, урон будет вносить только Кенси, тоже под ультой, в стяжку Шарика, но Шарик не кидает стяжку, аж стяжку кинул Крю, забирает за Прей двух оппонентов, минус Шарик, минус Сайфер, и Невикс тоже сделал минус два, скинул он, кажется, кого-то из Энекс, и очередная атака отбита, остается очень мало времени у Энексов, надо дождаться своих тиммейтов, но времени нет, нужно хотя бы кому-то выйти на точку, чтобы продлить овертаймы, впрыгивает в точку Анек, продлевает овертаймы, хорошо, и стяжка здесь от Зари была хорошая, четырех оппонентов он стянул, это был Шарик, но не забрали их, вот только сейчас Кулер вместе с Шариком забирают двух танков команды, Мисфит погибает, правда здесь Рубикон, делают минус под зинятий, и на последних секундах, неужели никто не вызовет овертаймы, чуть не забыли, Энексы про точку, ух, это было близко, то есть они сделали минус четыре, но просто никого не было на точке, и чуть не проиграли этот раунд, теперь пошел захватывая в пользу, на мосту принимают они своих оппонентов, ультимейтов ни у кого нет из Энекс, также ни у кого нет ультимейтов у Мисфитс, в общем, команды остались без ресурсов, пошла флешка от Кэнси, разогрет полностью здесь Крю на своей заре, Кулер делает минус два, погибает, также Скип Джек и Зе Прей, вдобавок к саппортам команды Мисфитс, в живых остается только Зе Басай, и он должен отходить, не получилось, это атака у Мисфитсов, но, что-то мне подсказывает, что цель у них была здесь накопить на ульты, потому что будут биты у Люсио, будет теперь стяжка у Зари, но вот только нет дамажащего какого-то ультимейта, пошли биты, пошли басы, Сайфер очень сильно просел, погибает здесь Кэнси, разогретый Крю, никто его не фокусит, вот только сейчас Сайфер решил забрать его с помощью ульты, но не получилось это сделать, Шарик остается последний, и отдают, отдают четвертый раунд ребята из Энекс, счет становится 2-2, потому что захват точки у Мисфитсов на 99%, а никого из Энекс уже не осталось в живых, чтобы продлить овертайма. Ну что ж, у нас будет решающая точка, вот как раз сейчас будет ночной рынок. Вот видите, Жнец второй раз очень сильно решает, забирает просто, Зепрей постоянно фокусит Анака, и... тяжело, тяжело Энексам приходится здесь, хотя вот у них были неплохие шансы на четвертом, в четвертом раунде они даже перехватили объект, и чуть-чуть им не хватило, это держаться. И так, по скоростью. Кулеры сейчас будут врываться, полетели, побежали. Игроки команды Энекс, залетают они на вот этот рынок, на площадь на главную, перед львами идет борьба, просаживаются по ХП очень сильно Мисфитсы, но погибают ребята из Энекс, минус 3 уже сделали, ребята из Мисфитсы, нужны размены какие-то, но остается только Шарик и Сайфер. Угибает Сайфер, Шарика, остается мало ХП, забрал он аптечку, и тоже погиб. Тим Вайп от команды Мисфитс, потеряли не только трех героев в этой спичке, и вновь Энексам нужно все вместе заходить, собираться и атаковать. И так, вылетают на рынок, ребята из Энекс, под скоростью, погиб правда Кэнси, минус Сайфер, но далее 3 размена, погибают оба танка команды Мисфитс, но до сих пор живых остается Сун, он очень много урона раздает, пытается зафокусить Шарика на Заре, не получается это сделать, подходит Рубикон, кидает сферку, и нужно зафокусить сейчас Люсио, или идти уже захватывать объект, Скип Джек, будет мешать, будет мешать, врывается в тонких героев, Заря пытается протанковать, подходит уже игроки одной и другой команды, Сайфер, будет ли он ультовать, пошла трансцендентность, и в шестером здесь находятся Энексы, также Долбас и Кулер, забирают саппорты, забирают Жнеца и Зарю, ребята из Энексы, пошел захват в их пользу, всего 46%, есть у Мисфитс захват, и у Энексов захват сейчас на уровне 11%, идет, Крю на заре, дает стяжку, и у нас здесь пошли размены, погибает Кэнси, но дают два минуса, ребята из Энексы погибают, саппорт, саппорты погибли у команды Мисфитс, забирают также Макри, забирают также Жнеца, ультовал Энекс, и Скип Джек тоже на ульте, ушел, просто ушел, вместе с Завасаем, они сейчас поведут свою команду вперед, трансцендентность есть у Забасая, наверное, сейчас под ней и выйдут, и под скоростью Люсио, да, так и есть, пошла стяжка от Шарика, и Сайфер пытается нарезать, Кэнси сделал минус 2, Сайфера забрали, но вот видите, вся ульта у него ушла в трансцендентность Зиньяты, Кэнси пытается зафокусить здесь оставшихся оппонентов, не получается это сделать, и Скип Джек просто ждет, ждет опять своих тиммейтов, остается он в живых в этой атаке, и так, Суун вылетает с ультом, забирает Рубикона сходу, и не будет трансцендентности у Энексов, но есть басы, есть басы еще у Кулера, может он их дать, в критический момент дает их, Сайфер не получил басов, очень мало ХП, у Гэнзи команды Синих, погибает он, да, не получил басы Сайфер, и рассыпаются здесь ребята из Энекс, остается в живых только Аннек, но на него 3 оппонента, и они его просто передамаживают, 9% нужно Энексом, соответственно, одну атаку нужно завершить успехом, судя по времени, сейчас они попытаются это сделать, Рубикон, есть у него ультимативная способность, Кулер давал свои басы, но вот Динету, так как зафокусили первым, то у него сейчас есть шанс, помочь своей команде, Кэнси, правда, погиб, погибает также Шарик, ультуют, здесь Кипджек расталкивает оппонента, Возможно, Энексам в этой атаке стоило подкопить ультимейты, у них не будет ни одного защитного ультимейта на следующую атаку, а следующая атака по времени будет последняя, рассыпались еще Сайфер и Энекс под конец, будут ждать сейчас Энексы, 8 секунд, пока воскресится Сайфер, ну и 3 ультимейта есть у Мисфиц, причем 2 из них защиты, пошла стяжка у Зари, и Сайфер отражением атак решил ворваться тоже в, стяжку Зари, теперь ультует Шарик, но стянул он 4 оппонентов, и все, по времени просели здесь Энексы, 1-1, счет, очень близкая игра, The Prey сделал минус 3, вот так вот зарешал Жнец, видите, в третьей игре вспомнили про этого персонажа, ребята из Мисфиц и Жнец, The Prey, вот он играл сначала на Гэнзе, а потом поменял своего героя на Рипера, как говорят правильные комментаторы, и это зарешало, хотя вот здесь неплохая была ульта, ну в целом игра была очень напряженная, очень близкая, и почти во всех раундах могла и та, и другая команда перехватить инициативу в свои руки, в общем, счет 1-1, ребята, финал обещает быть жарким, у нас еще впереди, как минимум две карты, показывает нам реплей, шарик, здесь его стяжка, Сайфер, как он ультовал, забирал двоих, так, ну что-то нужно придумать, получается, против Рипера, ребятам из Энекс, либо фокусить его как-то к Энси, но тогда могут по урону просаживаться, Энекса, а так у них стратегия очень даже неплохая, сейчас проработан пик, и... да, очень много, видите, хайлайтов очень много получилось с этой игры, потому что постоянно были даблкилы, триплкилы, то есть стандартные вот эти стяжки по четверым соперникам, очень красиво, много экшена, здесь Сайфер, видите, вызвался помочь своей команде, подрубил отражение атак, но погиб сам, и не вызвали овертаймы, Энексы, в самом конце это было, что же, у нас будет следующая игра, узнаем мы скоро карту, ну, очень близко, вот прям очень, да, действительно, действительно было близко, Сайфер Соло на точке, это отчаяние, согласен, Энексы выступают, мисфитцам со жнецом, ну, да, я и говорю, что жнец, как-то надо контрить жнеца, Энексам, Энексам, одному, мне кажется, картинка в хайлайтах слишком темной, ну, какую дают нам, ребята, мы такую и имеем, к сожалению, они прямо сейчас играют, да, да, это прямой эфир, мистер Пух, приветствую, в чате, на Гудгейме, ребята, всем привет, мы смотрим с вами, Overwatch Open, 1-1, счет по картам, не верьте, этой инфографике, обычно долго обновляют здесь счет, следующий матч, карту я, кстати, не увидел, но да ладно, мы узнаем карту, скоро, да, вот видите, обновили счет, 1-1, ну, что ж, Энексы достойно сражались на, карте, башни Лидзян, на карте Kings Row, они очень уверенно победили своих оппонентов из Misfits, быстро закончилась та карта, и вот сейчас, будет у нас третий, третий матч, напомню, финал проходит в формате, до трех побед, так, Гэнджи достаточно рандомный, один раз норм реализуется, второй сразу дохнет, пишет стратеджем, ну да, и где-то еще залетал комментарий, что Сайфер не играет на Жнеце, кто-то мне писал, во время игры, я так мельком видел, ребята, ваш комментарий, это может сказаться на Энексах, так, давайте пока поставим нашу заставочку, давайте обновим здесь счет, тоже на всякий случай, если вдруг понадобится, как, кстати, с микрофоном, были какие-то проблемы? я думаю, все было хорошо, потому что я тут закрепил переходник, и все у нас должно быть в порядке, Кастал, тоже приветствую тебя в чатике на Гудгейме, ребята, всем привет, просто первый раз смотрю турнир по Overwatch, наши в финале, я правильно понял, да, Кастал, это финал первой квалификации на турнир, на ЛАН турнир, на котором разыграют 300 тысяч долларов, то есть, это первая квалификация, если здесь наши ребята займут первое место, то они поедут на европейские финалы, вот, и на европейских финалах смогут они выйти на ЛАН, уже, на котором как раз поборется за главный приз 100 тысяч долларов на команду, насколько я знаю, вот информация такая об этом турнире, подробнее можно почитать в событии на Гудгейме, ребята, в сообщении дня есть ссылочка, вот, смотрите, там все есть, Кэрриган пишет, что это для шрифтов, спасибо, да, вот, это все про съешь мягких французских булок, мы обсуждали это в прошлом перерыве на СК2ТВ, Кэрриган сидит, еще раз приветствую, Энексы сейчас на буткемпе, да, Энексы сейчас находятся на буткемпе в Беларуси, они играют все вместе из одной квартиры, грубо говоря, и вот на этом, на плюс морали, на новых каких-то тактиках, они сейчас вытаскивают просто матчи, они выигрывали, выиграли команду Рок со счетом 2-0, выиграли вчера Реюнайтедов, и вот у нас следующая игра уже в процессе, наверное, создают сейчас лобби и будут запускать. Интересные игры говорят, что сейчас наблюдают, наблюдаем мы вместе с вами, я согласен с комментаторами, очень напряженная была карта башни Лидзян, к сожалению, Энексам не получилось вырвать победу, но были они близки, были они близки, на карте Кингс Роу они хорошо себя показали, сейчас, наверное, будет очередной пик, скорее всего, будет проигравшая команда пикать, соответственно, Энексы, наверное, возьмут свою карту какую-то, посмотрим. Ага, Дорадо будет следующая карта, вот об этом сейчас рассказываю. На Дорадо вчера ребята из Мейсфитс как раз-таки выиграли команду SG-1 и прошли в полуфиналы. На Дорадо они испытывали некие проблемы, но у них была в пике Анна, посмотрим, будут ли они использовать ее сегодня. Новый герой на вот этом турнире он доступен, на некоторых других турнирах Анну пока еще не запускают, скажем так, в продакшн, нельзя ее пикать, но посмотрим, будет ли она здесь в пиках, поскольку она здесь разрешена. Так, интересно, смогут ли подобрать ключи к Жнецу ребята из Энекс? Будут ли они как-то менять свой пик? Или будут работать тем же пиком, но стараться зафокусить Жнеца? В принципе, у них получалось, уничтожать своих соперников, да, вот даже со Жнецом, хоть Анна очень сильно страдал на Уинстоне, так же, как и Шарик на Заре, но получалось, получалось, и видели вы, почти до овертайма дошло дело в последнем раунде, Энекса там буквально 9% не хватило в защите, не в защите, а 9% не хватило, для того, чтобы защитить объект. Вот сейчас Анна操 кричат у себя на буткемпе, пишет Alex Build. Да, я думаю, там море эмоций, наверное, положительных была часть после первой карты, после второй карты, немножко, наверное, подрастроились, главное сейчас по морали не просесть, вот, и все у них будет хорошо. Итак, карта Дорадо, показывает нам ее, и первая точка, нужно будет зайти на вот этот рынок, на базар, на marketplace, как его называют англоязычные комментаторы, вторая точка, это церковь, балкон, здесь два извилистых поворота, и третья точка, обычно борьба происходит на втором этаже. В общем, посмотрим, кто будет начинать в защите, кто в атаке, и... да, мы переходим, Энексы начинают в атаке. Анек сел на Жнеца, Сайфер на Гэнзи, Кэнси на Макри, Кулер и Рубикон два саппорта, и Шарик играет на Диви, то есть играют в одного лишь танка, ребята, в атаке, и Анек сел на Жнеца, решили сами взять этого героя. А что у нас у команды защиты? Мисфитсы имеют стандартный пик, два саппорта, два танка, два дамагера, среди которых есть тоже Жнец. Правда, вот Скипджек играет на Рейнхарте, нет здесь Уинстона, ну, потому что эта карта не контроль точки. И начинается у нас здесь борьба, выходят ребята из Энекс на базар, на маркетплейс, забирают, правда, их, разваливаются они втроем. Здесь просаживается очень сильно Сайфер, погибают, правда, Рейнхарт у команды защиты, но Сум, хороший хэдшот, вешает Сайферу, уничтожает этого героя и стреляется здесь. На большом расстоянии с Кэнси погиб тот от гранаты Зарием. Легкая победа на первой карте, расслабила на второй, возможно, возможно, Аликс Билд, но мы посмотрим сейчас, соберутся, может быть, ребята. Вот этот узкий проход, сложно здесь пройти, под щитами Дивы сейчас будут заходить, Шарик на Диве играет, Сайфер очень сильно просел, разменов у нас пока никаких не было, но вот только сейчас погибает Шарик, погибает Рубикон, Кэнси тоже минус, и не могут, не могут, ребята, из Энекс здесь зайти. Надо отходить, надо отходить, но вот эту Зарю можно попробовать забрать, слишком нагло здесь действует крыш, простите, Крю. Забрался он на крышу, и мог поплатиться за это, на самом деле. Забрэй, у него вот-вот появится Цветок Смерти, будет он его раскручивать, а у Энека только 50% заряда ульты есть, 30% меньше, Кэнси погибает, роняет двух оппонентов Скип Джек на своем Рейнхарте, погибает также Кулер и Энек. Рубикон остается один, занял здесь позицию на втором этаже, и надо по заре настрелять. Да, как раз почти поднакопил на ультимативную способность, и, может быть, под скоростью, под боссами как-то зайдут здесь все-таки Энексы. Анек репикнул Рипера на танка на второго, это Уинстон. И попадает флешка здесь по Гэнзи, Сун, пошла стяжка от Зари, Крю затягивает четырех игроков команды атаки, но за счет ульты Рубикона выживают здесь ребята из Энекс, хилятся, живут. У Кулера скоро появятся басы, Сайфер забрал одного оппонента, погиб сам, это был Крю, простите, на заре, также здесь погибли Макри и Люся у команды защиты, и отходят Мисвецы, отдают они вторую контрольную точку, но вот две атаки Энексов, три атаки Энексов где-то провалились, и на последней минуте они только зашли. Сун, у него есть Дэд Ай, так называется ультимативная способность Макри. Меткий стрелок, и... На втором этаже принимают Мисвецы, сюда врывается Анок без страха, просто ворвался в толпу соперников, не получил много урона, вот только сейчас проседает, погиб он, Крю его зафокусил, и Сун в полете мог сделать минус четыре, но не успел зарядить ульта. Ой, какой хороший хедшот здесь по Сайферу, погибает тот. И ждут, ждут тиммейтов, ребята, которые остались живых у команды Энекс. Зе Прэй, есть у него цветок смерти, и вот думает он спрыгнуть, не спрыгнуть, пострелял, и, скорее всего, будет спрыгивать, сейчас ультовать. Побольше соперников наберет, можно даже в стяжку Крю это сделать, и... Да, так и получается, минус пять уже от команды. Мисфец это Тим Вайп, Тим Вайп они делают, стяжка Зари, плюс ульта Зе Прэя на Жнеце, и также ульта Зиньяты. Ну и снова Энекс взяли такой же пик, да, вот действительно, когда появился Уинстон, пик у них стал такой же, каким они играли до этого, Сун сделал минус по Анаку, но потратил свою ульту, получается, только в одного обезьяна, хотя сейчас еще забрал Шарика, ультовал все это время Рубикон, но, вот видите, не удержал своих тиммейтов, поскольку от ульты Маккри не спасает ульта от Зиньяты. И Сайфер разультовался там, но ульту не реализовал, не реализовал, забрал его Жнец Команды Защиты. Времени, кстати, остается у Энексов не так много, кулер, есть у него басы, но из ультов у Энексов есть только басы кулера, и... Вот Анак почти накопил, Кэнси очень сильно просел, даются басы, выживает здесь Кэнси, пошла стяжка там от Крю, погиб он сам, и вновь погибают ребята из Энекс. Минус Сайфер, минус Рубикон, минус Заря, и Тимвайп очередной от Мисфитс. Зепрейс сделал минус 3, даже он не ультовал, то есть 4 ультимативные способности до сих пор есть у Мисфитсов. Ну что же, Сун. Есть у него ультимативная способность. Попробует он сейчас ультануть, и Зепрей, наверное, тоже будет раз разультовываться, Энекс погибает уже, Кэнси тоже забирает Невикс еще своего оппонента на саппорте, это был Рубикон, и минус Люся, минус все. Игроки в живых остается только Сайфер. Вперед на аптечку и ждет своих тиммейтов. Ну, никак пока у Энексов не заходит Дорада. Остается всего лишь 20 секунд, нужно будет вызывать овертаймы. Позиция очень хорошего Мисфитс, они на втором этаже частично растянулись, и вот только сейчас под скоростью ребята из Энекс решили зайти в банк. Будут ли они подниматься на второй этаж, неизвестно, но Зепрей ультует, разобрал он уже кулер, разобрал шарика, остается зафокусить Аннека, убил Кэнси, и минус 4 от команды Мисфитс, в живых остается только Сайфер, только Рубикон, ультуют оба игрока, и все. Остановился кулер, не стал бежать дальше, и первую половину Энексы, ну, наверное, проигрывают все-таки, можно сказать, потому что провели Круз только через Маркетплейс и частично на вторую контрольную точку, соответственно, и в самим защите нужно будет удержаться. Удержаться на первой контрольной точке, в общем... Да, не получилось. На Дорадо, и здесь очень классно стреляет Сум, смотрите, два фрага он делает, и здесь еще фраг по Сайферу, отличная игра от этого Маккри, и Зепрэй влетает в толпу соперников здесь на ульте под боссами Люсио. Да, хайлайты нам показали, но мы и так все это видели. Вторая половина у нас начинается, Энексы теперь играют в защите за красных, бегут они к точке, пик не меняют... Нет, поменяли немножко пик, шарик сел на... шарик сел на Рейнхарта, а Энек сел на Зарю. Вот такое вот произошло изменение, но это, скорее всего, взяли этих героев для того, чтобы в защите отыграть. Единственный шанс теперь удержать телегу до первой точки, что-то Ямарлова верю в победу, пишет Рикс Билд. Ну, да, либо на первой точке, до первой точки не довести груз, нужно остановить своих оппонентов. На второй точке просто сложнее будет, там груз уже вот дошел до поворота, и надо держаться на первой, чтобы было удобнее защищаться. Посмотрим. На втором этаже занимают позицию ребята из Энекс. Сейчас они проспамят немножко, и затем отойдут, наверное, глубже в рынок. Да, здесь уже Кэнси дежурит вместе с Рубиконом. Приделись они выцепить рандомных оппонентов, которые просто случайно могли выйти, но Миссис не совершает ошибки. Кэнси неплохо настрелял, у Крю очень мало ХП осталось на заре, смотрите, как здорово просадил его, тут же отхиливается, правда. И тележка движется, просаживается по ХП, правда, ребята, из Миссисфит. Мы ждем какие-то опен-фраги. И по второму этажу заходит синяя команда, команда атаки, только сейчас спалили их Энексы, будут предпринимать какие-то действия, будут разворачиваться, а вот Сун пытается забрать Гэнзи, не забрал он здесь Сайфера, остается у того. Немного ХП, выживает. И пошли у нас размены, Забасай сделал минус 2, погибли два героя защиты, в размен, правда, на Суна. Забрали Макри. И Зепре еще делает минус по Рубикону, также погибают Аннек и Кэнси двигают телегу дальше, ребята из Миссисфитс и Энексы в защите не могут ничего сделать, но вот так вот довольно быстро пропушили ребята из Миссисфитс, но, в общем, у Энексов остался еще шанс, им нужно не дать довести груз до второго поворота. То вот подарку, как только он зайдет, то победу будут праздновать Миссисфитс на этой карте. Так, Забасай, у него есть трансцендентность, также есть ульта у Суна, позицию на втором этаже заняли Энексы. У Аннека есть стяжка, стяжка Зари. Так, и под что ее можно реализовать? Под лютой у Сайфера, например, самый разумный вариант, Заря плюс Гэнджи. И залетают в толпу, да, хорошая стяжка от Аннека, но пошли тут же и басы, и ульта Дзиньяты у команды Миссисфитс подряд, причем, а вот тут Крю стянул двоих оппонентов, и нету подсейва никакого у Энексов, погибают они здесь почти в полном составе, и, да, в полном составе, это Тим Вай под командой Миссисфитс, завершают они вторую карту. 2-1, счет становится в пользу Миссисфитс, и Энексы как-то посыпались здесь, но вот на Дорадо в атаке они не смогли ничего придумать, и теперь, теперь они висят на волоске, нельзя проигрывать на ни одной карте, нам показывают лучший момент матча от Зе Прея, да, неплохо он здесь застрелял, Ну что же, все тот же Риппер их уничтожает, Жнец зарешал игру. Да, ребята, Жнеца опять никак не получается контрить, уничтожает Зе Прей, он на этом персонажа, и не могут, ребята, из Энекс как-то подстроиться. Энексы вообще забили на Рипера. Пойду я спать, удачно досмотреть. Спасибо, Миссисфитс, спокойной ночи. Сами его не используют. Сами пытался использовать Энек его, но не получилось. Не получилось сыграть на Рипере, и перешел он обратно к этой стратегии с двумя танками. Ну, наверное, надо флешкой как-то макри контрить, но просто забывают про него порой, и это делать, конечно же, нельзя. Снайперы бы им. Ну, я думаю, если они возьмут снайпера, то у них пик посыпется, у них пик рассчитан на вот этот вот такой целостный кулак, когда они бегают всей командой вместе, и убивают соперников в фокусе всех под сферой Дзиньяты. Плюс даются защитные басы, защитные ульта Дзиньи, и ребята отбиваются от атак вражеских, а сами вот таким мощным кулаком просто продавливают, а затем под ультой Сайфера уничтожают. Эх, я играю на фаре, тут никто не пикает, за секунду упадет от макри. Да, Мистер Пух, фара была у нас популярна в пиках до последнего обновления, как только бафнули макри, все, перестали его пикать, и фара больше нет, так же, как и Ангела, потому что Ангелу порезали ульту, теперь она копится на 30% дольше, и, к сожалению, стяжка, простите, связка Ангел плюс фара исчезла у нас из пиков, только на китайском турнире мы видели сегодня. Фервентус пишет, просто Сайфер играет только на Гензи, ему бы взять Рипера или что-то другое, ведь его Гензи уничтожали две последние карты. Да, наверное, наверное, тоже Сайферу бы что-то припикнуть, но он отрабатывал вроде как этого героя только, не знаю, на трейсерке я помню, он еще играл некоторое время, чем еще жнеца контрить. Флешка Макрии, самый вот универсальный пока что вариант, плюс на средних дистанциях его отстреливать, да, как раз тот же самый Макрии и Дзиньята. Не забывать про него главное. Рипачок только там, Сайферу, да, на Рипака надо бы, но кажется, не готов, команда не готовила это. Да, у них, видимо, стратегия, вот видите, на этот кулак рассчитана с помощью Гензи, с помощью Макрии, расстреливать, но вот они забыли, ну или может быть просто не предусмотрели, что будет так сильно контрить жнец их стратегию. Макрии тут так и так всех контрить пытается. Ну, конечно, неплохо разыгрывает своего героя, в общем, пик у Энексов уступил, просто не готовы. Они на первой карте удивили своих оппонентов таким пиком, ну, а затем, затем перестали удивлять, и мисфицы подстроились, подстроились тут же. Не знаю, может быть что-то будет от Энексов на третью, на четвертую, простите, карту, надо им сейчас побеждать. Плюс, интересно, какая это будет карта, если это будет контроль объекта, то пик будет тот же, скорее всего. Если это будет сопровождение, то это будет интереснее. Посмотрим. Мисфицы же более опытные и сильные, верно? Да, мисфицы, я говорю, они топовый коллектив, у них за плечами несколько побед на крупных, ну, на крупных на данный момент турнирах онлайновских, и побеждали они также от Гусу Геймерс в еженедельных капах на Go for Overwatch играли, и первыми прошли на квалификации Overwatch Atlantic Showdown, на первой квалификации, так же, как, кстати говоря, и Энексы. Вот, так что будут они участвовать в европейских финалах, которые пройдут 1-2 августа. Завтра у нас, кстати, будет четвертая квалификация, ребята, приходите на Overwatch Atlantic Showdown. Если вы хотите тоже свою команду, если у вас есть желание попробовать себя в соревновательном Overwatch, создайте команду, соберитесь, и на сайте ESL есть возможность зайти, поучаствовать, зарегистрировать свою команду, у вас будут шансы выйти, потому что это четвертая, последняя квалификация открытая, затем будут только европейские и североамериканские финалы, которые пройдут 1-2 августа и 3-4 соответственно. Мы с вами посмотрим только европейские финалы. Вот. А завтра еще раз всех приглашаю на трансляцию где-то в районе 7 часов по московскому времени мы посмотрим четвертую квалификацию. Будут играть из наших коллективов AOXZ, это Point Blanker и бывшие, теперь они вот перешли в Overwatch, но больше никаких коллективов я из СНГ не видел. Храм Анубиса, вот эту карту нам представляют, это будет четвертая карта, интересно. Возможно, это просто была перебивочка, но намекают нам на храм Анубиса. Иллиос, Иллиос будет четвертой карты, да, никакого храма Анубиса, это просто была перебивочка, послушал я приветствие комментатора, у меня моль прилетела, ребята. Так, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Так, один момент. Эх, ладно. Я потерялся в правилах, они играют пять карт, если понадобится, пять карт сыграют, соответственно, до трех побед идет игра. То есть, мисфитцы в одном шаге, а Анубиса можно еще две карты выиграть. Собрать бы команда для ранкет, и то не выходит, а ты говоришь про команду. Ну, почему? Даже миксы могут, вдруг выстрелит. Бывает же и такое. Так, карта Иллиос. На Иллиосе, кто у нас играл? Играл ли кто-то? Играл ли кто-то? На Иллиосе, кажется, ни одна команда не играла на этом турнире. Я вот не помню игр ни той, ни другой команды на Иллиосе. Возможно, Энексы, правда, катали. Честно говоря, я вот не помню. Кажется, Энексы... Нет, кажется, Энексы не играли. Но сейчас мы увидим их игру, игру команды Мисфитсная. В карте контроля объекта будет, наверное, тот же пик, вот только Мисфитсы, наверное, опять возьмут своего Рипера. Итак, здорово. Представление карты, да, показали нам все и в лобби вернулись. Неплохо, неплохо. Ну да ладно. Видели вы, пять обсерверов есть у студии. Здорово. Показывают действительно с разных ракурсов. Освещение неплохое, но вот мелкие огрехи, счет, которые меняют криво, долго, это немножко портит ощущение трансляции. В целом, в целом, все более-менее. Сегодня второй день, вчера было много всяких провалов, да, вчера и команды местами были напутаны, но вот сегодня все хорошо с этим моментом и Ильос. Кажется, Энаксы все-таки играли на Ильосе, что-то я вот никак не могу вспомнить, ребята, подсказывайте, играли ли они на этом турнире. Ну да ладно. Да ладно, не будем вспоминать, будем смотреть, как будет происходить с Кип Джек. Вау! Скип Джек поймал в... Смотрите, здорово! Симметра, кажется, может ловить баскетбольные мячи в свой луч, да, и кидать их, получается, через кольцо. Здорово! Я не знал, будем использовать эту фишку, будем развлекаться. Ну да ладно, у нас начались... началась борьба, и проседает здесь Крю, сразу погиб, погиб еще Скип Джек, минус по Люсио из команды Мисфитс. Вот Зепре остался последним, да, но ничего он не смог здесь сделать и погиб он тоже. Энаксы очень уверенно начали, захватили контроль над точкой, карта Маяк, и Мисфитс выходит по новой, сейчас будут они пытаться забрать своих оппонентов Зепрейна. Жнец играет все так же, а так в остальном пике команд схожи. Асафер играет на Гэнзи, соответственно, но сейчас после минуса от Мисфитсов рассыпаются здесь игроки команды Энакс и Овервотч и Шарик остается последним, его тоже забирают. Неплохо все начиналось, но не продолжилось, к сожалению, для Энаксов. Энак есть у него ультимативная способность. И вот здесь хорошо можно использовать Уинстона, если скидывать соперников с карты и Сун возьмет аптечку. Да, взял аптечку, поскольку остановил Уинстона команды красных. Правда, Энакс ультовался и сейчас надо забирать Уинстона. Уинстон ультует, откидывает друг друга. Просел немного Энакс. Минус Крю. Хорошо здесь Кэнси разбирается с этим героем. Зепрей мог ультовать, но его Рубикон под сферой зафокусил вместе с Зарей и у нас Получается, что Энаксы выбили своих оппонентов с точки и накопили на 5 ультимативных способностей. Сайфер. Есть у него ульта. Стяжка пошла от Шарика. Рассыпаются здесь, правда, ребята из Энакс. Надо было давать какой-то ульт на то, чтобы выживать. Были ульты и у Сайфера, и у Простите, у Кулера, и у Рубикона, но не дали. Не дали они их. Ну, ничего, в следующей атаке, может быть, получится. Мисфитс использовали свой ультимейт у Дзиньяты. Только один защитный ульт остался, и это басы Люсио. Но скоростью влетают Энаксы на вот эту площадочку. Хорошая стяжка. Вот Зари четырех оппонентов стянул здесь Крю и расстреливают Мисфитсы всех героев команды Энакс Увервотч. Тим Вайт. Хоть Рубикон и дал ульту, но не хватило этого. Не хватило. Так. Еще одна атака от Энаксов. У них в принципе времени остается только на вот эту атаку. Если не получится, она очень быстро атаку и забыли про Суно. Сделан даблкил. Забрал Дзиньяту, забрал Зарю. Правда, Рубикон вместе с Сайфером делают даблкил. Сайфер делает еще один фраг, забирают Скип Джека и перехватывают контроль над объектом. Отходят здесь мисфицы. Так, у них, кстати, не осталось ультимативных способностей, а у Энексов еще есть ульта Анека и Кэнси может включить метку стрелка. Влетает на точку Скип Джек, просаживается кулер очень быстро, в ответ забирают Крю, забирают Навикса, погибают также Заря команды Энекс Увервотч и скидывает, должен скидывать, нет, не получилось у Энека скинуть своего оппонента на Уинстоне, а это могло бы помочь сейчас оставались только два героя, оставались бы два героя, это Диньята и Макри, мог бы попробовать Энекс здесь зацепиться, но не получилось, 5%, и на скорости вылетает Кэнси, пытался он залететь на точку, но Макри попал в него, это был Сун, с ульты, пошли у нас размены, погибают герои команды Энекс Увервотч, Сайфер только делает фраг по Забасаю и да, овертаймы закончились, 1-0, в пользу Мисфитс, карту Маяка отдали, ребята, из Энекс Увервотч, обезьяна против Рипера, отличный выбор, ну, да, не репикуют, нету какого-то, видимо, не хотят менять свой пик, ребята из Энексов, они пробовали это сделать на предыдущей карте, на карте Дорадо, но у них не получилось, да, контрит очень сильно, конечно, Рипер, весь этот пик, надо что-то придумывать, и начинается у нас атака от одной и другой команды, встретятся они сейчас на карте на раунде колодец, так, подходят к колодцу игроки команды Энекс Увервотч, а Мисфитс решили зайти со стороны здания с аптечкой, с малой, здесь у нас Энек, погибает он, вот, Забасая, Рубикон делает минус, также погибает еще Уинстон команды синий, команда Мисфитс, пошли у нас размены, Кэнси, Кэнси может за имя здесь жнеца, не получается это сделать, дает ему сферу Зиньяты, и Кэнси за счет Энекс Увервотч за счет вот этих вот трех фрагов от Кэнси, отличного Аима заходит на точку, вдвоем оставались Рубикон и Кэнси в конце, и вот Кэнси смог сделать трипл килл, Так, есть у него теперь ультимативная способность, подрубает он ее, закрыл с щитами Уинстон союзный, чтобы не убил его ультующего Кэнси здесь Сун, Сун тоже попал, не попал, точнее ультой, ульты не реализовали Макри ни одной, ни другой команды, но Кэнси не стал стрелять, поэтому у него сейчас есть ульта, погибает, погибает он сам, и захват уже идет в пользу Мисфиц, отходит, отходит, Энекси, надо перегруппироваться, но погибли оба саппорта, время еще будет протянуто, еще дополнительно на 8 секунд, тяжело, тяжело Энексом, да, вот видим мы, что Сайфер играет теперь на Жнеце, ну что же, 93% заряда ульты у него есть, надо пытаться фокусить Уинстона, пошли басы от команды Синих, стяжка, какая стяжка, от Крю, трех оппонентов он стянул, но ультует Рубикон, держит он свою команду, и свою команду он держит только Анака в живых, которые тоже просаживаются, Рубикон погиб, Анак тоже, Тим Вайп от команды, Мисфицы, потеряли не только двух героев в этой атаке, и сейчас надо Энексом снова заходить, басы есть у кулера, также Сайфер накопил на Цветок Смерти, на Жнеце, влетает, Уинстон, на Анак под басами, кулер очень просел, но забрал все-таки Зепрея, минус Сун, два героя команды, Мисфиц просели, погибает еще Уинстон, никто не умирает из Энексов, возможно, да, сейчас перезахватит точку, хорошо, Шарик даже выжил, он очень сильно просаживался по ХП, и можно еще здесь забрать кого-то, но главное не наглеть, чтобы не потерять героя, да, например, Анака уже потеряли, ребята, из Энекс, погибает еще Рубикон, погибает Кэнси, размен дает Сайфер по Суну, но забирают, кстати, еще Скип Джека, забирают Зепрея, но здесь вдвоем остаются игроки команды Энексу, и погибли оба, погибли и Сайфер, и Шарик, которые делали разменные фраги, ну что же, Энексы, последние проценты остаются, сейчас будет Энекс, залетать на точку, чтобы вызвать Увертаймы, ультует здесь, надо скидывать, питаться в кого-то в колодец, Увертаймы идут, на точке находятся три игрока команды Энексу, Увервотч, укрю, какая стяжка по четверым, но за счет ульты Рубикона, выживают здесь Энексы, частично, Сайфер очень сильно просаживается, Шарик тоже мало ХП остается, кинул он напоследок ульту, да, 30 ХП, погибает сам, Рубикон сделал даблкил, живет, живет здесь еще Люся, и два саппорта остаются в живых после этих разменов у команды Энекс, но подходит уже сюда, а ребята из Мисфитс, и щиты надо пробить, надо пробить купол, и сгоняют, сгоняют с точки, команду Мисфитс, ребята из Энекс, и даблкил, даблкил делают, забирают Зарю, забирают Макри, захватили точку, процент, захват идет в их пользу, да, вот видите, Сайфер сел на Жнеца, и немножко полегче стало Энексом, но в последнем атаке за счет действий Рубикона и Курера, вырулили, если можно так сказать, Энексы, 76% захвата, пытаются зафокусить здесь Дзиньяту, и погибает Сайфер вновь, размин он сделал по Люсе, погибают также Дзиньяты, команды, Мисфитс, и без саппортов, остались Мисфитсы, здесь ХП будут просаживаться очень быстро, надо только их просадить, но погибает здесь Анек, забирает, правда, Крю, забирает Жнеца команды Мисфитсы, и начались у нас Овертаймы, Овертаймы, захват, значит, дошел до 99% у команды Энексу, и та команда, которая здесь победит в этой атаке, та, наверное, и возьмет этот раунд себе в копилку, The Prey, и разультовывается он здесь в куполе по... Как хорошо скинул Анек, ультанул, выжил после ульты Жнеца, и скинул своего оппонента, здесь Шарик, разбирается с Визави Назарей, только Кэнси стянула ульта Крю, и 1-1, 1-1 по раундам, да, вот, видите, по пику теперь команды равны, абсолютно одинаковые пики, вот только в конце пикнул Сун трейсерку, и получается, получается, что у Энексов получше, вот сейчас получилось, но, видите, теперь появилась трейсерка у Суна, нет, поменял обратно на Макри, и это была временная мера, чтобы вызывать овертаймы. так, карты развалены, под скоростью выбегают игроки одной и другой команды, показывают нам шарика, и гранаты летят, ни в кого он не попал, ну что же здесь, разменов по конец, Кипджек, кстати, играет на диве, внезапный такой пик дивы от мисфиц, посмотрим, что будет, Сайфер, кстати, сел на Генжи обратно, не играет он теперь на Жнеце, отражает здесь флешку от Макри, и вот теперь только пошли у нас размены, погибает Сайфер, погибает Крю, Зарю забрали у команды мисфиц, ребята из Энекс, забрали также Жнеца, но вдвоем они здесь остались, последний остался Сайфер, нет, Сайфер тоже бежит с респы, и мисфицы захватывают контроль над точкой, просели, просели Энексы по ХП, и Забасай заряжал так сферы, здорово, и ни в кого не попал, Сун, есть у него ультимативная способность, как он будет ее реализовывать, на Макри, пока неизвестно, захват перешел в пользу Энексов, потеряли неправда, Энека опять полез под Жнеца этот игрок на Уинстоне, и опять рассыпались Энексы, вдвоем остались, здесь Кэнси и Энек, Ну что же, так, один момент, неприятность такая произошла, Забрей есть у него 97% заряда ульты, а у Энексов есть 5 ультимейтов, кстати говоря, у Сайфера только нет, включает он отражение так, Анек, есть у него ультимативная способность, и попадает в стяжку Зари три игрока команды Энекс Овервотч, даются сфера Зиньятой, живут здесь вроде как Энексы, но нет, рассыпались Кипджек, ультимативной способностью взорвал троих оппонентов, так, у нас какие-то пролаги начались, сейчас я проверю один момент, все ли у нас хорошо, так, прошу прощения, да, начались лаги, так, давайте, давайте, сейчас обновим страничку, ребята, прошу прощения, и возвращаемся мы в игру, что у нас здесь произошло, Энексы захватили контрольной точкой, но 87% захвата уже есть унисвец, Энексы имеют три ультимативные способности, есть басы, есть меткий стрелок от Кэнси, который сейчас его использует, дали ему щиты, Кэнси никого не забрал, погиб сам, Сун сделал это с Макри, слушайте, такое ощущение, что Макри вообще нет смысла юзать ультимативную способность, пока он его юзает, все время его забирают, Сайфер разультовывается, сделал минус два, кстати говоря, зарезал еще Суна, минус по крышу, и Скипджек только в ответ кого-то убил, но последний остается здесь Дзиньяды, которого тоже забрали, отлично, Энексы отбили эту атаку, правда с респы бежит сейчас Энек, единственный герой, который погиб, и нужно еще одну атаку отбить Энексом, правда ультимейтов есть, из ультимейтов есть только басы, но у их соперников тоже ничего нет, поэтому все более-менее равно здесь, Кулер подрубил басы, и пошла стяжка, вот Крю сделал он минус два, вместе с Зепреем забрал третьего, это был Кулер, погибает здесь Уинстон, погибает Дзиньята, начались овертаймы уже для Энексов, но захват точки в пользу, команда Мисфиц идет, и двое, только двое остаются здесь ребята из Мисфиц, но сейчас будут Энексы заходить под скоростью, наверное, вызывать овертаймы надо уже, 97%, и началась у нас борьба, Шарик кинул ульту, стянул туда двух оппонентов, правда, погибают ребята из Энекс, погиб Лазаря, погиб Люси, погиб Сайфер на Гэнзе, ультует тут Рубикон, и вдвоем здесь с Гэнзи они пытаются что-то сделать, но остались Уинстон, который ультует, кстати говоря, забирает здесь трейсерку, забирают Зиньяту, и 1-2, 2-1, точнее, счет в пользу Мисфитс становится по результатам этого раунда на карте Илиос. Ну что же, у нас будет сейчас четвертая карта, четвертый раунд на Илиосе, карта у нас действительно четвертая, четвертый раунд на четвертой карте, такое стечение обстоятельств, Мисфитс ведут, ведут и в серии, ведут и по раундам на карте Илиос, но не дает скорость пока что Невикс, и вот сейчас под скоростью скорее всего будут врываться, да, так и есть, и здесь Сайфер встречает своего визави на Жнеце, обменялись они выстрелами, пошли у нас размены, погибли три героя команды Энекс, два у Мисфитс, ломают Диву, ломают Меку Диви, но Скипджек выжил, выжил, а ребята из Энекс нет, погиб Кулер, погиб Сайфер, последними двумя фрагами забрали ребята из Мисфитс этих игроков, так, Зепрей, есть у него 50% заряда ульты, но Энексов нет пока ультов, по 50% тоже у четырех героев, и они все равно заходят прямо на точку, начинают захват, и скидывают Суно, отлично здесь сработал Энекс, даже не ультовал, но не хватило этого, кажется, Энексом, да, должен отходить здесь Кэнси, неужели отпустит его, пытаются не отпустить здесь Кэнси, но дальше опасно лезть, да, отпустили все-таки этого героя, не будут лишнее время, не выиграли лишнее время для себя Мисфитси, так, Сун, есть у него ультимативная способность, пытается он выцепить Кэнси, который, кстати говоря, ультовал, тоже погиб, на ульте сейчас Энекс расталкивает двоих оппонентов, нужно забрать здесь еще зеняту, если получится, забирает он, правда, саппорта, и Энексы разбивают, разбивают эти оборонительные редуты команды Мисфитси, погибает здесь Дива, Тим Вайп суммарно от команды Энекс Овервотч, и захватывают они контроль над точкой свое владение, в их владение переходит Маяк, Мисфитси выходит по комнатам, вот у них есть 4 ультимативные способности, также есть 4 ульты у Энексов, главное вовремя дать, главное не зажать сейчас ульту не Рубикону, да, вот Рубикон подрубает, хилит всех союзников, правда Энекс просел, но дают 4 минуса, ребята из Энекс, в живых остается только Жнец и Дива, Дива мелкая, причем, которая просто погибла над обрывом, и так, Энексы отбили эту атаку, потратили, кстати, 2 ульты игроки из синего коллектива, шарико и стяжка, ультует Кэнси, но подходит к нему в упор Зепрея, и Кэнси решил выстрелить по Зепрею, не погиб он здесь с одного выстрела, хорошо получилось, басы дал кулер, должны выживать здесь Энексы, но минус 3 тут же залетает по ним, флешка от Суна, и рассыпались Энексы вновь, Сунзи сделал минус 3, не законтролили его ребята из Энекс Увервотч, и не получилось это сделать, так, Зепрея есть у нее цветок смерти, что он будет делать, под скоростью скорее всего ворвется, Сайфер интересно спалил этого Женеца, ну, неважно спалил или нет, потому что саппорты команды Энекс Увервотч развалились, надо уходить здесь Энексом без хила они остались, Сайфер на лоу хп уходит, нет, не ушел, не ушел, погиб, времени почти не остается у Энексов всего секунды, да, за 2 секунды до конца успел Энекс ворваться на точку, вызвать Увертаймы, но все, на этом к сожалению заканчивается финал для нашей команды, смогли они на карте Кингс Роу легко обыграть своих оппонентов, а дальше начались проблемы на карте Башни Лидзян, затем Дорадо и вот сейчас Иллиос, Ну что же, счет становится 3-1 по результатам этой карты, 3-1 по результатам этого матча, финал, да, здесь нам показывают ульту от Скип Джека, как он запустил в воздух самоуничтожающуюся Мекку и забрал еще здесь Зарю под конец, счет становится 3-1, к сожалению, проигрывают Энексы в финале первой квалификации, но это означает только одно, что Мисфитс выходит на европейские финалы сразу без каких-то дополнительных условий, а Энексам теперь придется играть в следующей квалификации и будут они пробовать пробовать выйти на европейские финалы, ну, судя по тому, что они заняли второе место на этой квалификации, скорее всего, должны они попасть на европейские финалы, я думаю, не наберется 12 команд, которые выступят лучше, чем Энексы уже на этой квалификации, но, я думаю, им еще нужно будет играть как минимум одну-две квалификации точно, да, здесь хорошо скинул зепре Энек и хайлайты с карты Ильоса мы сейчас с вами наблюдаем, вот Сайфер разультовался на Гэнзи, вот Сайфер очень хорошо вчера отыгрывал на Гэнзи, сегодня, видите, законтрили, ребята из Мисфитс стратегию команды Энекс взяли с Жнеца и пришлось репикать Сайферу брал он Жнеца, но, похоже, что не были готовы к такому Энексы, хотели они гнуть свою линию, но не получилось это сделать, ну что же, на этом у нас все, ребята, счет, к сожалению, 3-1, Энексы занимают второе место, давайте сейчас посмотрим сетку, так, давайте посмотрим сетку, как у нас проходили игры, да, убираю я надпись, ну что же, в первом полуфинале команда Энекс Овервотч выиграла со счетом 2-0 команду Рок, во втором полуфинале Мисфитс со счетом 2-0 тоже победили своих оппонентов из Кречный Спортс и в финале встретились эти два коллектива 3-1 общий счет в пользу команды Мисфитс, Энексы занимают второе место на этой первой квалификации к Overwatch Open, в общем, такой вот результат нас ожидал, и спасибо за то, что смотрели, ребята, спасибо за то, что пришли на трансляцию, подписывайтесь на канал, если вам интересен соревновательный Overwatch, приходите на следующие стримы, завтра у нас в 7 часов будет трансляция по Overwatch Atlantic Showdown, посмотрим мы с вами четвертую квалификацию, первый день, игры сначала будут начинаться со стадии либо RO256, либо RO128, а закончится стадии RO16, вот, поэтому приходите, ребята, ждем вас, до новых встреч, пока-пока.